Музыка Все мы понимаем, что осталось менее 100 дней до проведения Олимпийских игр и Паралимпийских игр. И многих, в том числе жителей города Сочи, волнует, каким образом будет организовано транспортное обслуживание не только гостей игр, но и населением. Поэтому в рамках своего короткого доклада и презентации попытаюсь детально рассказать, каким образом будет происходить обслуживание населения и гостей игр и какие меры предполагаются вводиться для координации этого действия. В рамках подготовки к проведению игр перед всеми организациями, которые причастны к организации транспортного обслуживания игр, стоит непростая задача. Это в первую очередь обеспечить удобное, безопасное, своевременное и надежное транспортное обслуживание как гостей, так и участников игр. В такой же степени стоит задача по обслуживанию жителей города. Именно поэтому работа в этом направлении велась в нескольких плоскостях. Во-первых, была произведена реорганизация системы общественного транспорта, это городской транспорт. Во-вторых, транспортной дирекцией совместно с оргкомитетом МВД была разработана система транспортного обслуживания всех клиентских групп, так называемый транспортный мастер-план. В клиентские группы, как вы знаете, входят категория спортсмены, представители команд, зрители, персонал, обслуживающие игры, журналисты, олимпийская семья, представители спортивных федераций. И третья плоскость, о которой я хотел сегодня рассказать, это мероприятие, связанное с введением ограничения на движение транспортных средств в рамках указа президента 686-го. Таким образом, при подготовке организации системы основная цель нашей задачи – это комфортная доставка как гостей, так и жителей города к местам проведения игр, к местам проживания. Город Сочи нами был поделен на прибрежные и горные кластеры. В состав прибрежного кластера также входит и городская зона, то есть центр города Сочи. Наша концепция транспортного обслуживания включает использование в качестве основного вида – это железнодорожный транспорт, с использованием возможности гибкого регулирования автобусного сообщения на тех магистральных направлениях, так называемых подвозящих фидерных маршрутов транспорта как общего пользования, так и олимпийского транспорта, а в части горного кластера – это и канатные дороги. Маршруты всех видов транспорта сведены в единую систему, которая, на наш взгляд, удобна как гостям Олимпийских игр, так и для жителей города. В рамках транспортного мастер-плана определено пять направлений движения электропоездов, которые соединят Сочи, Адлер, Олимпийский парк, Красную поляну. Поэтому по запланированному графику от Олимпийского парка до Красной поляны можно будет добраться за 55 минут. Ну а, соответственно, из железнодорожного вокзала Сочи до Красной поляны время доставки займет чуть больше часа. Значит, за один рейс электропоезд способен перевезти порядка двух тысяч пассажиров. Для усиления железнодорожного транспорта запланирована организация 15 магистральных автобусных маршрутов. Они будут осуществлять перевозки гостей в период 7 января по 31 марта. Сейчас в ходе реорганизации мы достигли уменьшения транспортных средств до 568 единиц и количество маршрутов составит 110 маршрутов. Для того, чтобы качественно работала система, значит, одно из мероприятий, которое было запланировано нами, это организация так называемых выделенных олимпийских полос. Движение по олимпийским полосам будет организовано между местами размещения гостей, участников игр и местами проведения соревнований. По ним смогут двигаться только аккредитованные олимпийские транспорты, имеющие специальные разрешения оргкомитета 2014. Задача, основная задача введения олимпийских полос, это обеспечение неизменного времени в пути для всех клиентских групп. Жители Сочи, не имеющие специального разрешения оргкомитета, на олимпийскую полосу, соответственно, выезжать не смогут. Для доставки или, значит, прибытия до любого места в городе можно добраться общественным транспортом, минуя эти олимпийские полосы. В наши планы не входит ограничение перемещения жителей по городу на своем личном транспорте. И мы выделяем только центральную магистраль, это дорога от железнодорожного вокзала Сочи до Мацесты, для приоритетного движения общественного и олимпийского транспорта.